всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стечь сегодня я буду готовить вернее мы будем готовить итальянское блюдо не только перуанское мы готовим панамской русской итальянское блюдо ризотто или рисотто как вам удобнее вы знаете что в принципе италия славится своей кухней и именно не только пиццы и пасты но и рисотто особенно северной италии существует много легенд приготовления этого блюда одна из легенд что один подмастерья когда разукрашивал раскрашивал площадь дома в милане известную площадь мастер сказал что он выбрал какую-то краску цвета шафран желтоватую такое что это никуда не годится и сказал такое что еще скоро и в еду будет будут класть шафран уже то есть везде шафран уже даже в краску шафран и подмастерья на свадьбе когда мастер выдавал свою дочку замуж подмастерья в рис добавил шафран это вот одна такая легенда да и все гости вас кликнули вау какой цвет какой вкус и так далее потому что шафран дает такой очень удивительный помимо цвета дает очень удивительный привкус еще одна легенда она связана по моему просто с рисом я уже не помню там кто-то кому-то прислал мешок такого круглого белого риса и рис посадили и он дал очень хороший урожай поступ поскольку климат италии был благоприятный конкретно для этого риса но это больше связано на не с рисота именно с рисом это было по моему в четырнадцатом веке когда так и еще одна версия какая там была еще одна из а что один повар нерасторопный забыл выключить суп и суп выкипел и он решил что чтобы не выбрасывать продукты он подал это блюдо без бульона то есть все овощи и рис который бы были в супе он подал и в общем блюдо имела огромный успех но что-то такое я уж так точно не помню я не просматривала если честно перед тем как записывать видео надо было наверное просмотреть еще раз историю чтобы более подробно но не в этом суть в общем-то суть такова что рисота готовится сначала обжаривается рис и потом но немножко прокаливается да и потом добавляются там всевозможные ингредиенты и и доливается бульон постепенно и вы мешаете готовить этот рис то есть выкипел рис опять бульон выкип мешаете постоянно помешивая да то есть опять и так до готовки до приготовления можно готовить с разными из курицы и с морепродуктами но не с рыбой а именно с морепродуктами потому что рыба иначе вся развалится и с мясом и с овощами там ночью зеленью я как всегда вам не забываю повторять что мы готовим по по нашей в нашей манере стараемся как-то сделать чтобы было вкусно и при минимуме затрат и достаточно быстро поэтому может быть кому-то захочется приготовить а может кто-то забыл просто-напросто про такое блюдо и увидят его и скажут точно почему же я не готовил такое и так пойдемте на кухню начнем готовить вперед у нас так пасмурно дождь гроза гром гремит вот мы решили сделать рисотку да но вот курочку мы начинаем разбирать отварную мы ее варим без соли без ничего просто так потому что это бульон мы будем потом использовать и будем солить уже по ходу продолжаем разбирать курочку и потом будем резать лук чеснок а то вам показаться и так мы их как всегда меленько нарезали лучок подавили чесночок вы помните что я так камушком его давлю и потом режу кругу миленько так теперь порежем также болгарский перчик и один большой помидорчик но перчик и помидорчик мы не будем очень очень мелко резать порежем маленькими кусочками но не крошить уж совсем такой маленький кусочек мы только будем перчиком резать вы видите совсем чуть-чуть для того чтобы рис немножечко такой аромат имел ну обязательно наши волосатые ручки в экране куда уж без них я лучше буду этим как режиссером да я не пусть готовит пока тут режется перчик с помидорчиком я хочу вам показаться рис который мы используем для рисота это рис такой круглый да то есть можно любого класса конечно рис использовать но вот это три специальные именно для рисота поэтому я вам хотела и показать вот эти папу беленький очищенный и кругленький о так но помидорочку будем тоже нарезать такими квадратиками видите не очень мелко но вот такими вот кубичками перчик с луком а помидорчик мы кладем в отдельное в отдельную тарелочку так мы взяли сковородочку лук и кладем немножечко сливочного маслица принципе можно приготовить конечно в любой там кастрюльке на самом деле да и для того чтобы масло не горело немножко добавляем растительного маслица это делается для того растительное или оливковое для того чтобы сливочное масло не горело но я опять как всегда повторюсь этот рецепт который мы делаем да то есть есть разные интерпретации но я покажу так как мы готовим может кто-то кому-то понравится тоже посмотрит и приготовит потому что на самом деле мы такие лентяи и стараемся приготовить как можно проще при минимуме затрат но при максимуме чтобы получилось максимально вкусно добавляем чесночок и немножечко пассируем чтобы маслица впитала запах чесночка вот это наш это наш бульончик от курочки мы его специально охлаждаем чтобы вот видите вот этот жир сверху до переливаем в мисочку но в любую или в кастрюлечку в каком хотите и мы сейчас этот жирочек будем снимать вот немножечко у нас поджарилась и теперь мы добавляем что у нас было перчик и лучок маслица уже впитала себя запах чеснока жир мы с бульона сняли бульон стал более прозрачный сейчас немножечко это перемешаем на сковородочку чтобы кто-то попастеровалась но чтобы это было маслицем подождали пока немножечко поджарится и сейчас помидорчики добавили и тоже немножечко обжарили но пассируем это не обжаривание это пассирование да то есть именно пассируем здесь нам не надо чтобы была корочка какая-то или золотистого цвета надо чтобы все это обволоклось маслицем дало свой сок дало свой аромат и так сейчас мы будем видеть и сок уже что дало такое в собственном соку что жарится пальцы сейчас мы будем добавлять бульончик и немножечко протушим в этом бульончике как всегда не забываем посолить помните я вам говорила что курочку мы варили без соли но потому что мы не солим вот сейчас и так у нас бульончик и сейчас мы будем класть курочку а по человек непонятно чего он там лайк кто-то хочет кладем нашу курочку перемешиваем и сейчас пойдет в код рис супер смотрите какой рис красивый белый белый кругленький обалдеть но миссиси томаса ляльбина все немножечко спросил наверно немножко еще соль потому что как-то маловато получилось красивый рис такой белоснежный еще раз покажу вам рисунки смотрите и беленький обалдеть так сейчас мы еще кладем немножко сыр пармезан немного одну часть такой небольшую потом будем добавлять уже похоже немножечко кладем тоже ну не знаю сколько там грамм 50 может быть и немножечко размешиваем да получилось что-то у нас тут около 50 граммов не так много сыра итак мы закрываем все крышкой так сейчас мы немножечко это все помешаем и час бульона как вы видите уже впиталась в рис и постепенно будем добавлять бульончик перемешивать и до готовности и опять сейчас помешаем и будем ждать пока рис то есть вы знаете что когда готовится ресотто надо не сразу рис варить а добавлять постепенно чтобы рис постепенно впитывал впитывал бульон так и как всегда закрываем крышечкой и так мы три раза добавляли бульончик и сейчас еще пока рис как бы был полу готовый да и сейчас почти готовый рис мы добавляем еще где-то 80 грамм сыра пармезан то есть первый раз добавили где-то 50 и сейчас 80 и еще немножечко бульончика и уже делаем до варим до готовности в принципе 4 4 раз вот сейчас добавили и аккуратненько мешаем сейчас еще добавим чуть-чуть бульон потому что сыр пармезан он же как бы ну забирает воду добавим бульон в общем бульон и весь бульон который в котором варилась курица моего весь весь израсходуем рис почти готов такой твердоватый но почти то есть осталось совсем чуть-чуть в рисота главное постепенно добавлять бульон чтобы рис набухал и как всегда закрываем крышечкой ну вот мы уже накрыли рисота у нас получилось вот такое вкусненькое но я уже не стала показывать вам как мы там пробовали когда готовится лист я вам уже сказал что три-четыре раза минимум и подливали бульон до готовности мы немножко украсили нашим перуанским перчиком вы можете присыпать паприкой вы можете перцем болгарским украсить там не знаю укропчиком вот патрушечку мы тут кучерявенькую положили ну в общем то для того чтобы показать и вам красиво чтобы но мы вообще-то всегда сервируем красиво блюдо мне хочется тарелочку видеть эстетически красивую знаете на столе стараемся всегда сервировать достаточно нож не как в ресторане но по крайней мере красивенько ну вот такое блюдо у нас получилось всем приятного аппетита buen provecho todos и нам приятного аппетита все кто меня досмотрел до конца и кому понравилось как всегда ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока пока чао а